Всем привет! В этом видео исправим ошибку неправильного экспорта из Quixel Bridge в Blender. Для Blender 4.0 старый аддон от Quixel будет работать некорректно, поэтому я вручную отредактировал старый аддон, и теперь экспорт должен происходить правильно. Но для того, чтобы установить аддон, мы переходим в Edit, Preferences, здесь нажимаем Install, выбираем zip-архив, нажимаем Install. Вот у нас появился здесь. Ставим здесь галочку и закрываем. Ссылку на скачивание аддона я оставлю в описании. Там будет ссылка на Google Диск. Также вы сможете скачать этот аддон с Boosty. Здесь он будет для всех доступен. Ну и также здесь я буду выкладывать более обновленные версии, исправляя всякие ошибки. Итак, после того, как вы скачали, давайте перейдем в Bridge и посмотрим, как он экспортирует. Нажимаем Export. И вот появился материал. Давайте его применим. Как видно, все текстуры подключены к нужным каналам. Roughness к Roughness. Albedo с Embed Occlusion соединены. Ну и также Normal. Также давайте переключим теперь в режим рендера с EV на Cycles. И тип выберем здесь экспериментальный. Также нажмем Export. И вот экспортировался уже материал другой. Из-за того, что мы выбираем Cycles и Experimental, здесь добавляется еще текстура дисплессмента. Также давайте попробуем экспортировать вот такой вот Atlas. Здесь он будет с текстурой Opacity и Translucency. Давайте его применим. И тут, к сожалению, все подключено хорошо, но текстура Translucency, она подключена немного не в тот канал. Я эту ошибку, скорее всего, уже исправил, если вы будете смотреть это видео, но пока она не исправлена. Но если вручную подключать, то давайте это отсоединим. Нужно добавить нод Translucent, также MixShader и соединить их. В Factor мы ставим Opacity. Все, должно получиться вот так вот будет. Но, как правило, текстуру Translucency используют редко, поэтому она вам вряд ли пригодится. Да, также здесь я добавил нод Value для контроля параметра Scale. То есть для того, чтобы можно было контролировать размер текстуры сразу для трех осей. Если вам нужно как-то вручную контролировать, например, чтобы одна сторона как-то вытянулась, то можно вот отсоединить и, соответственно, настраивать, например, по XU2. Также этот нод поддерживает экспорт текстур Specular и Gloss. Давайте я продемонстрирую. Здесь в библиотеке Quixella нету текстур с Specular. Но я добавил вот такой вот тестовый образец. Давайте его подключим. И, как видно, все так же работает. Текстура Gloss, она инвертирована и подключена к Roughness. Specular, Specular. Ну, в общем-то, все текстуры работают. Ну, наверное, на этом все. Подписывайтесь там на Telegram Boosty. Буду выкладывать новые версии этого аддона. Ну и другие полезные видео. Все. Субтитры делал DimaTorzok